Виталий Хемий 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 которая отделяет канал, собственно, от моря, достаточно сложное гидротехническое сооружение с рыбозадерживающими сетками, шандорами, то есть полнопрофильное гидротехническое сооружение, сердце, будем говорить, самого этого канала, которое будет двигать эти потоки воды. Сейчас это морская часть, то, что предшествует этому шлюзу, то, что должно обеспечить нормальную, бесперебойную, в общем-то, работу. Хотя, конечно, в последующем мы это предвидим и предусматриваем, эксплуатация канала, в том числе с морскими гидротехническими сооружениями, будет требовать технического ухода за ней постоянно, так как море – это серьезная стихия, и в любом случае какие-то наносные породы, какая-то песчаногалечная смесь будет туда попадать, и надо будет подчищать. Но это вопрос предусмотрен, в общем-то, проектом и предусматривается нами в дальнейшем в процессе эксплуатации, в правилах эксплуатации самого канала. Что касается самого канала уже на сухопутной, будем говорить, части через пересыпь, там работы проще, они наземные, будем говорить. Заключаются они в основном в шпунтовании берегов стенок этого канала, во избежание брушения и каких-то селевых оплазнивых моментов, для того, чтобы желоб канала не изменялся, и ток воды был постоянным в определенном числе, которое будет рассчитано научными сотрудниками на данный конкретный момент. Также, сами эти работы вызваны в основном тем, что дебет воды, попадающей в Тельгульский лиман, оказался критически низким. Река, Большой Тельгул, не дает воду в том необходимом количестве для того, чтобы лиман функционировал, чем это и было, в общем-то, вызвано. С чем связано? Человеческий фактор? Да, это человеческий фактор. В основном наши реки, Дельской области, степные реки, они маловодные. Они были всегда маловодными, но, к сожалению, хозяйственная деятельность наша очень сильно оставляет желать лучшего. При расчистке, даже если предположить расчистку русла реки, она достаточно длинная, эта река, и это очень большое средство. Не факт, что дебет воды, который будет проходить по этой реке, будет достаточен для лимана, или, скажем так, он какую-то роль сыграет несущую вообще в этом моменте. Почему это происходит? Прежде всего, это распашка в подуре с воды, чего никогда не было. И, к сожалению, ограничение контрольных функций государства, в том числе и в данной сфере, она привела к тому, что очень много несознательных хозяйствующих субъектов просто этим пользуются. И распашка подуре с воды приводит к тому, что плодородный слой просто смывает черноземов, что приводит к заиливанию, и у нас чернозем в реке остается, а не на полях. Ну, в общем-то, такие вот халифы начаться, то есть никто не думает дальше. Вот берега, опять же, надо укреплять, плюс задамбование реки различными ставками, в том числе в различное время, скажем, от советских времен, когда колхоз просто решил, поставили дамбу, и так далее, и так далее, включая ручьи, расчистки ручьев, притоков, очень много факторов. Поэтому для работы, скажем, с такой рекой здесь надо учитывать очень много проблем, очень много моментов, и проведя большую работу, может в конечном итоге выясниться, что мы не получим того количества воды, которое необходимо для наполнения лимана. И пришли вот к такому заключению, чтобы оперативно, экстренно, скажем так, вдохнуть жизнь, вернуть нормальную природную составляющую этой экосистеме, необходимо дать ток морской воды, которая значительно преснее, чем вода в самом лимане, потому что засоленность лимана очень высокая в последние годы, что не дает развиваться никаким биологическим видам по известным причинам. Кстати, хотел как раз уточнить по флоре и фауне в самом водном мире. Я так понимаю, что если сравнить с тем, что было лет 5-10 назад, хорошо, 15, с тем, что сейчас, то серьезные различия не в пользу нынешнего времени. Может быть, рыбы какой-то стало меньше, специальные растения, он тонко-то меняет показатели, характеристики. Да, однозначно. Эта проблематика касается не только телевого, всех наших черноморских лиманов. Потому что черноморские лиманы являлись естественными нерестилищами для многих видов рыб, для мигрирующих видов рыб, которые заходили на нагул, там же, как наши известные кефалевые виды рыб, которые нагуливаются, там выходят. Ну и, в общем-то, традиционный лов этой рыбы в этих лиманах и производится. Часть лиманов в 20 веке была использована, скажем так, для сооружения каких-то портовых сооружений, потому что стране нужно развиваться. Это понятный, естественный процесс. Но те, которые остались, вот в настоящее наше время, они требуют очень точного научного подхода и очень бережного нашего отношения к ним. Потому что водоемы, конечно, на территории области в очень тяжелом состоянии. Это же, можно сказать, о системе Придунайских озер. Сейчас мы разбирались, и руководство областного совета очень беспокойное состоянием Придунайских озер. Там 4-5 районов замкнуты на эти водохранилища, и ситуация там тоже очень сложная. Вот. Здесь тоже два наших района, скажем, традиционно, жизнь Березовского района и Лиманского района связана с этим лиманом. Очень большое количество людей вовлечены, в общем-то, и в хозяйственную деятельность, и жизнь вокруг этого лимана. Не говоря уже о самом парке, его состоянии. То есть эту систему надо сберечь в комплексе. Вот. К сожалению, Николаевские, наши коллеги, там, аналогичные парки и с той стороны. Вот. Они не вложили ни копейки. Хотя встречались с ними, проговаривали эти вопросы, но с Николаевской стороны, к сожалению, пока участия в этом проекте нет. Хотя они обратились сейчас к нам с письмом о том, чтобы мы провели совместную встречу там по вопросам самого парка, самого лимана. Защиты и софинансирование, может, какого-то, соучастия. В хорошем смысле слова соучастия. Да. Ну, мы приглашали их, это было еще два года назад, когда только все начиналось, но пока, к сожалению, положительных моментов нет. Со стороны руководства Одесской области, в частности, руководства областного совета, Анатолий Гичурбанский, каждый понедельник начинается аппаратное совещание именно с вопроса состояния работ на Телегульском лимане. Вот. Этот вопрос стоит во главе угла, как один из важных проектов в Одесской области. И мы его считаем пилотным проектом вообще в лиманах. То есть у нас тот же самый Будакский лиман требует тоже определенного воражения, расправнивания гидрологического режима и вообще упорядочивания, скажем так, деятельности. И другие лиманы, которые требуют самого пристального внимания нашего. Вот. И из-за этого руководство области очень пристально смотрит, очень четко следит, держит руку на пульсе этих событий. Когда мы говорим о экосистеме, мы имеем в виду не только сам лиман, но и те озера, которые противоположны стране. Через дорогу, грубо говоря, трассы Одессы, Мелитополь, Новоазовск. Насколько я знаю, их тоже необходимо вернуть жизнь, хотя бы добавить те три капли воды, потому что процесс схания за последние годы наметился. Да, вы совершенно правильно говорите, потому что это место, которое вы сейчас описали, и оно очень важно для мигрирующих видов птиц. Птицы, которые совершают свои передвижения миграционные, они останавливаются там. Редкие виды птиц, краснокнижные виды птиц, именно из-за того, что там сложилась с веками вот такая вот экосистема, которая она есть, или которую мы помним, и которая стремительно меняется в данное время. Вот. И мы рассчитываем, что эти озера наполнятся после того, как по каналу упадет вода. Былые годы тоже пытались пропускать эту воду, но это больше, скажем так, была, наверное, не системная работа, потому что прокопанный канал, там небольшой глубины, но на длительной дистанции он просто не выдерживал ни ветров, ни самого течения, и очень недолго функционировал, скажем так. Поэтому это все приводило к падению воды, вот мы имеем теперешнее состояние. В совершении эфира хочу узнать, у областного совета есть ли претензии, пожелания компании, которые ведут работу непосредственно к специалистам, люди с руками, с головой, может у вас есть отдельные пожелания, или все пока нормально? Крупных каких-то замечаний у нас нет, любые возникающие вопросы мы оперативно решаем, потому что, как я уже говорил, вопрос стоит во главе угла, руководство постоянно задает этот вопрос, и если возникают малейшие какие-то сомнения, мы приглашаем именно инженерную часть этой организации, инженеры нам объясняют, почему так, почему не по-другому. Потому что есть и критика определенная, мы слышим, то есть, скажем так, люди не поучаствовали в создании, либо в каком-то вообще положительном действии по этому каналу, по этому объекту, но сейчас есть какая-то критика. Мы не можем сказать, могут быть недостатки у этого проекта, когда он начнет функционировать, мы поймем, но мы надеемся, что в основном числе, в своем, он будет задачи выполнять, которые мы перед ним и ставим, этот канал. И компания достаточно профессиональна, так как морские работы достаточно сложные, интеллектуально сложные, трудоемко сложные работы, они с ними справляются, пока мы не можем сказать каких-то крупного негатива в сторону, высказать не можем. Спасибо, Александр, за то, что уделили время, внимание, рассказали о важном проекте. Держите нас в курсе, будем рады видеть вас с хорошими новостями. Спасибо вам, конечно. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.